Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть в Surviving Mars и у нас программа подготовки персонала. В нашу колонию будут прилетать люди и уже нам нужно подготавливать людей к тому, что они приедут и что-то нам будут помогать делать. Вот нам бы геологов побольше, потому что у нас мало ресурсов. Ботаники. Давайте геологов. В общем добываем остатки камня. Вернее не камня, это у нас металлы. Да, их тут не так много. Получили мы, смотрите, вот уже сколько. Понаскладывали. Неработающие постройки. А, потому что да, потому что у нас не хватает электроэнергии. Вот нам нужно, а сколько у нас бетона? Бетона 7. Нам нужен аккумулятор. Днем довольно много энергии, а ночью не хватает аккумуляторы. И потом еще возможно, не то что возможно, а нужно будет построить ветрогенератор, нужно будет построить еще солнечные панели. Может быть даже и сразу это сделаем. По крайней мере большую. Где-то здесь можем поставить. Тогда накопим энергию и так же будем и ночью работать. Так, хорошо. Второй сло у нас заканчивается. Нам рекомендовали построить вышку. Но давайте не будем. Вышка так вышка. Исследовательская вышка. Постройка тоже требуется энергия. Тут всему требуется энергия. Ее бы так бы поставить где-то. Да, в общем-то выбор не такой уже и большой, да? Нужно будет кабель протягивать. О, аномалия какая-то. Вот, давайте сюда ее поставим. Она никому не будет мешать. Мало ресурсов. Запасы ресурсов закончатся менее чем через три соло. Ну, классно. Будем сворачиваться через три соло. Вот, а что нам нужно? Нам нужно производить топливо, насколько я помню. По обучалке. Да, нам нужен выпариватель. И нам нужна будет... Если у нас это топливный комбинат. Требуются модули. Привезите дополнительные модули с Земли. На ракете или исследуйте соответствующую технологию гидросинтез при низкой гравитации инженерия. Гидросинтез при низкой гравитации инженерия. Топливо повышенной эффективности у нас есть. И все. Давайте уберем. 39% было изучено. Может быть вот здесь будет? Так, и что у нас за аномалия? Какая-то аномалия есть. Мы сюда сможем добраться вообще? Вот этим разведчикам или нет? Что-то есть у меня в этом. Некоторые сомнения. Что мы туда доберемся? Ну, по крайней мере, попробуем. Так, две неработающие постройки. Ну, это вот это и вот это, да? У нас что там? Сол начинается. Панели сейчас вылезут. Вылезут и будет все работать. И протянем... Протянем кабеля сюда. По-моему, так нельзя или можно? Нельзя так. Странно как-то так он прокладывается. Так, выпариватель, да? Мы говорили о том, что выпариватель. Но у нас же нету... Технологии. Чтобы отправить ракету и новая прилетела. Выделяет из атмосферы воду близость других выпаривателей. Снижает его расход 5. Базовая производительность 1. Но я не знаю. Пока, наверное, нету смысла это его делать. Пока у нас нету этой инженерии. А что у нас вообще еще есть? Купола, переходы, пандусы. Дома, жилые комплексы, госпиталь, аллея, сад, пруд. Статуи. Каменная скульптура. Чего только нету. Индия достигает важной вехи. Ну и что? Прекрасно. Поздравляю Индию. Переключатели питания. Это тоже мы не знаем, да? Прилетели на Марс, ничего не знаем. Ракетодром, ЦУ, шаттл. Утилизация. В общем, пока я так понимаю, что пока мы не изучим. Вот инженеру не откроем, то пока мы ничего не сможем сделать. 12 процентов. А у нас через 3 соло закончатся ресурсы. Может, ракету разобрать? Все оставшиеся ресурсы будут утрачены. Еще одна аномалия. А, вот оно. Во, вода, смотрите. Вода. Классно. И много воды. Это уже веселее. Но поздно. Мы туда добрались. А где наш разведчик? Он как-то поехал, смотрите, да? До этой аномалии. Где он там едет? Я... Ну, куда-то поехал. Самое главное его потом найти. Показывал, вроде как, сюда куда-то. Это что, он сюда движется? Да ладно. Нормально так. Так, хорошо. Выберите готовую грузовую ракету и погрузите необходимые предметы. Полимеры, запчасти, электроники, орбитальный зонд. Расход 100 миллионов. Модульные постройки. Ну, нам что, нам запчасти нужны бы, да? Пойдем. 90 миллионов. И грузоподъемность 68 тонн. Электроника. Знаете, я пока не хочу, потому что непонятно, что именно у нас там первое закончится. Может, полимеры? Может, еще что? Посмотрим. Что-то закончится. Что-то закончится. Тогда и будем разбираться. Плохо то, что дроны ничем не заняты. Да, вот нету такого, ничего такого, что можно было бы здесь... А, вот, как же. Есть. Есть металл. Хорошо. Но это, правда, не дронами нам нужно делать, а вот у нас есть транспортный маршрут. Загрузить ресурс. Выгрузить ресурс куда-нибудь сюда. Езжай. Так, и что нам вот это дает? Скорость сканирования с ближайшими секторами, да? Ну вот, может быть, из-за того, что мы ее поздно построили, поэтому ближайшие сектора мы как-то так поздно исследовали. И Индия нас выопередила. А почему дроны не собирают металл? Может, далеко? Может быть, некуда грузить? Давайте построим что-то такое. Специализированный склад для металлов. Ускоряет исследование в радиусе купола или в округе исследовательского центра. Хорошо. Так, а по энергии у нас энергия 15, расход 10, запас 70, вместимость 200. Вот, постепенно накапливается, кстати, смотрите, да? Мы даже можем видеть визуально это. Да, подрастает буквально на глазах. Как грибы после дождя. Все растет и пахнет. Ну, тогда, наверное, сделаем выпариватель. Пускай он начинает собирать воду. Или... Ну, это далеко. Мы до него не дотянемся просто. До этого. Аква. Ну, наш разведчик поехал. Кто его знает куда? Возвращать его это будет тоже долго. Поэтому пускай уже там изучит и потом приедет сюда. Ну, что делать? Поздно мы открыли этот сектор. Так, металлы, кстати, переложили, да? Да. Переложили, молодцы. Погнали. Погнали. Давайте строить этот... Выпаривать. Выпаривать. Воду. Это где-то здесь рядом. Рядом с электроэнергией я хочу построить. И недалеко от складов. И сразу же запланирую сюда водонапорную башню, которая позволит утилизировать эту воду. То бишь накопить, вернее, накопить. Накопить. Привезите дополнительные модули земли на ракете. А что же нам надо для того, чтобы ее сделать? Какие модули нам нужно привозить? Или исследуйте. Или исследуйте соответствующую технологию гидросинтез при низкой гравитации. Инженерии. Ну, тоже сложно и сказать, да? Начало очереди. У нас в начале очереди. Топливо повышенной эффективности. 32%. Так, хорошо. Соединяем это все трубами. Так, и подсоединяем это все к электросети. Производство 5, расход 15. Запас 92. Но соло у нас, смотрите, скоро новый начинается, да? Нужен еще один ветрячок. А что нужно для того, чтобы он полноценно функционировал? Обслуживание. Вот что нам нужно. Запчасти нам нужны, которых нет. А для того, чтобы солнечные панели, нам нужны металлы. А металла у нас много. Поэтому я, наверное, построю еще панель. И она за день, за сол, вернее, зарядит все же. Думаю, этот аккумулятор. И мы тогда прокинем и будем работать. И вообще можем работать только, скажем, только днем, да? Можем и здесь точно так же. У нас бетона теперь относительно много. Да нет, пускай работает. Сканирован, хорошо. Вот этот сканирован, да? Ага, у нас еще два. Где наш бедный этот ровер? На карте не показан. А, все. Он туда просто не сможет заехать. Все, возвращайся. Простоял там зря. Тут такая гора, что сюда никак не забраться. Еще металл есть. Металлов и бетона у нас много. Также повезло, что немножко полимеров мы получили. А что мы можем сделать из того, что у нас есть? Какое-то производство может быть сделать. Полимерный завод. То же самое. Гидросинтез при низкой гравитации. Инженерия. Технология микропроизводства. Робототехника. У нас ничего не открыто. Вот странно, да? Полетели на Марс без технологий. Вообще. Просто сели в ракету и полетели. Ничего не имея за душой. Никаких научных разработок. Ну, вообще ничего. Это интересно. Задумка, конечно, просто бомбезная. Ну, 46% тут еще. Очень долго. Так, открываются солнечные панели. Мы подключаем это добро, которое построили к электропитанию. И начинаем вырабатывать воду. 20, расход 15. Производство 20. Ну, еще одно нужно, наверное. Выработка 5. Ну, мало. В общем, очень мало они вырабатывают. Опять-таки, из-за удаленности. Что не работает? Почему не работает? А. Сейчас заработает. Из-за удаленности от солнца. Панели показывают низкую эффективность. Кислород можно добывать из атмосферы с помощью установок МОКСИ. Так как кислород жизненно важен для будущих колонистов, настоятельно рекомендуется создать кислородный бак для его хранения. Все постройки системы жизненного обеспечения соединяются трубопроводом. Вот это, наверное, из-за того, что у нас вода пошла, да? Нам предлагается сразу же и кислород начинать производить. Ну, в общем-то, правильно. Почему нет? А ну, посмотрим, мы можем это сделать. Или тоже какая-то инженерия требуется. Так, производство. Там, по-моему, инфраструктура была, нет? Нет. МОКСИ. Цена, расход. Обслуживание 2 металла. Базовая производительность 3О2. И кислородный бачок. Ну и здорово. Можем. В принципе, можем начинать копить. Тоже где-то здесь рядом. Да? Пускай все будет рядом. Тогда, когда упадет метеорит сюда, то всему придет сразу же кранты. Акваэкстрактор. Да пускай так стоит. Так, и тогда нам нужны еще солнечные панели. Что у нас по этому запчасти? Может быть, ветрячок сделать? Какова его производительность? То же самое, 5. Да, но плюс его в том, что он вырабатывает ночью. Один, наверное, мы сделаем. Вот, а может быть, этот генератор сделать? А, тоже. А, этот мы не можем? А этот можем. Смотрите, да? Ну, обслуживание, мы же говорили о том, что у нас полимеров мало. А обслуживание очень дорогое. То есть, выбор у нас тут такой себе. Небольшой, в общем. Тогда еще вот так. О, уже построили. Смотрите, как быстро. Хорошо. Так, ну что, друзья, наверное, мы продолжим в следующей части. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте поставить лайк и подписаться на видео. Всем пока.